Привет, друзья! Вот как ходил по комнате, попыхивая трубку Иосиф Виссарионович Сталин. Я могу, пародируя этот образ, в приятном смысле сказать, что есть люди, которые ошибочно думают, что доктор Хосай Лиев рисует только свои великие картины. Но если кто-то не знает, я могу еще одну показать. Но вопрос состоит, товарищи, в том, что все зависит от масштаба мышления. Вот скоро у нас в марте будут очень важные ключевые события. У доктора Хосай Лиева в марте 4-го числа день рождения. Но это к слову, чтобы друзья могли поздравить ее каким-то приятным словом. И друг мой Вацлав Шагинян, бабушка которого, великий писатель Мария Та Шагинян, которая написала 4 урока у Ленина, в котором я еще до того, как подружился с Вацлавом Шагиняном, прочитал в юном возрасте, в 4 уроках у Ленина, чем отличался, например, Плеханов от Ленина. Это очень важно, потому что, когда говорил Плеханов, было видно Плеханова. Когда говорил Ленин, было видно революцию. Так вот и сейчас тоже. Вот будет в марте, кроме моего дня рождения, еще одно важное событие, которое я не называю. А я использую метод Ключ для генерации новых необыкновенных решений, не только для того, чтобы писать книги и рисовать картины, и вытаскивать из тяжеленных состояний больных разного рода, а еще и для того, чтобы смести с земли нафиг всю бесовскую нечисть, которая разрушает здравый смысл у человека, его творческие способности, культуру и образование. Я придумал, как это сделать, потому что все зависит от масштаба мышления. Потому что в свое время, когда я в школах читал, например, на совещаниях различных, о том, что вот люди, когда нервничают, ходят туда-сюда по комнате, или дети ногой качают, они педагоги и директор школы мне говорили, «Ну и что это? Мы что, сами не видим, что ли?» Все зависит от масштаба мышления, от точки зрения. А я из-за того, что ребенок качал ногой и ходил туда-сюда по комнате, выводы сделал, которые до меня никогда не делали. Я сказал, повторяемые движения снимают напряжение. Чем выше уровень напряжения, тем выше частота движения. И так мама качает ребенка в зависимости от его напряжения то чаще качает, то медленнее качает. И поэтому придумал волну ключевую, и много чего я придумал, и новый код НЛП, которого НЛП-сты не знают. Но я его как раз-таки выпущу сейчас на свет Божий. И он этих демонов сметет с лица земли, которые думают не о человечности, а о себе. Вот и все, друзья. А теперь я пошел рисовать следующую картину. Желаю вам здоровья. В марте посмотрите, что будет. Все будет по-новому. И это я вам обещаю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова